Добрый вечер, уважаемые телезрители! Губернатор предложил новый вид социальной поддержки людей с низкими доходами. В северных районах области откроют точки реализации товара по сниженным ценам. Молодые специалисты, окончившие вузы, прошли традиционный обряд посвящения в Нептянике. В этом году на работу в Общество Роснефца Калиборнифигас пришли 10 молодых работников. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Очередной циклон пришелся на выходные и застал врасплох коммунальные службы. Люди и машины с трудом двигались по проезжей части, а мусор с дворовых территорий не вывозили все выходные. Очередной циклон пришелся на выходные и застал врасплох коммунальные службы. В субботу на заснеженных центральных дорогах едва ли можно было увидеть работающую снегоочистительную технику. Люди и машины с трудом двигались по проезжей части. Как пояснили специалисты, во время бурана по регламенту необходимо очищать только жизненно важные проезды. К тому же техники в субботу работало на дорогах 8 единиц. Лучше стало в воскресенье, когда циклон утих. Центральные улицы дорожники расчистили и надо отдать должное, позаботились о пешеходах. Почти все тротуары стали проходимы. С дворами ситуация плохая по сей день. Расчистку начали только до мусорных баков, чтобы появилась возможность вывезти скопившиеся за два дня бытовые отходы. Вообще никак не управдом нигде не чистится. Только наш трактор, подъезды, дворовые территории нигде ничего никак не проехать. Везде насыпление, везде все рвешь. Не работает управдом. Когда будут расчищены от снега дворы, вопрос к управляющим компаниям. Городские же дороги Вочина МОП АХА Автотранс. Это предприятие не первый год хорошо справляется с муниципальным заказом. Дороги содержат в надлежащем состоянии, а неудобства в виде переметов и сугробов мы, жители, видим только в снежную непогоду. Самое жаркое для дорожников время. Международный день инвалидов 3 декабря в Ахе отметили развлекательной программой для детей в территории детства и праздничным обедом для людей с ограниченными возможностями в ресторане «Фиеста». Подробности в репортаже. День инвалидов в Ахе, как и во всей стране, отмечают ежегодно. Для людей с ограниченными возможностями проводятся различные торжества. Хотя праздником этот день назвать сложно, ведь мало радостей в том, что у человека инвалидность. Тем не менее, праздник существует. И государственные власти, благотворители устраивают выставки, концерты, встречи и другие мероприятия. В Ахе в территории детства для детей была организована развлекательная программа. Но в связи с непогодой на праздник пришел только один мальчишка. И он стал героем дня. С ним играл аниматор. Для него накрыли стол и провели чаепитие. Мероприятие проводила Ахинская местная общественная организация инвалидов «Преодоление». Пришел у нас один ребенок. Спасибо ему большое. Это Миша Михайлов. Отважный парень. Спасибо ему большое за участие. Вся программа, которая была запланирована, она, несмотря на то, что пришел один ребенок, все было реализовано. Несколькими часами позже в ресторане «Пиеста» администрация городского округа совместно с отделом социальной политики Министерства социальной защиты Сахалинской области для людей с ограниченными возможностями провели праздничный обед с концертной программой, организованной коллективами районного дворца культуры. Это очень признательно, что вы все-таки пришли, не попаялись, сметели. И я надеюсь, что мы и творческие коллективы районного дворца культуры сделают все, чтобы вы хорошо провели время, пообщались, чтобы это время не прошло даром, чтобы вы получили удовольствие, отдохнули. Еще раз спасибо вам большое. Мероприятие в очередной раз напоминает, что люди с определенной группой инвалидности нуждаются в повышенном внимании, оказании помощи со стороны окружающих. Этот особенный день призвал прилить внимание всех представителей общества, бизнеса и в том числе и органов власти. Наше отделение по Ахинскому району, Центра социальной поддержки Сахалинской области, в том числе осуществляет ряд полномочий по предоставлению государственных услуг, направленных на помощь и поддержку людям с ограниченными физическими возможностями. От себя лично хочу вам всем пожелать бодрости духа, стойкости, терпения и самое главное здоровья, здоровья и еще раз здоровья. На праздничный обед пригласили более 80 человек, но пришли порядка 40. Сильная метель стала для многих препятствием. Ко дню инвалида устраивались и благотворительные акции. Благодарность выражается всем, кто внес посильный вклад в сбор подарков для людей с ограниченными возможностями из отдела социального обслуживания на дому. Прихожанам храма преподобного Сергия Радонежского и его настоятелю Протеерею Георгию. Клубу собаководства Елизар, родителям 9-го Б класса школы номер 7, индивидуальным предпринимателям Ольге Черных, черный бархат и Елене Сон. Новая аптека. Мы вышли из тени, мы есть, и мы вместе, и сердцем открытым поем эту песню, протянутые руки, но в поиск от дружбы, любви, понимания. Мы вышли из тени, мы есть, и мы вместе, и сердцем открытым поем эту песню, протянутые руки, но в поиск от дружбы, любви, понимания, другого не нужна. С руководителями Ахинского, Ногликского и Трехкурильских районов губернатор области Олег Кожемяка обсудил новый вид социальной поддержки людей с низкими доходами. В условиях роста ценам будет предложено приобретать основные продукты питания по сниженной стоимости. В указанных регионах статистика отмечает самые высокие цены на продукты питания. Здесь планируется открыть точки реализации товара. Это будет продукция с длительными сроками хранения, помимо островной, закупленная еще и в центральных регионах России по прямым договорам, исключающим посредников, в том числе мясная, рыбная и молочная, а также крупы. На все продукты установят минимальную торговую наценку 5%. Покупателями ее станут наиболее нуждающиеся категории граждан – пенсионеры, дети войны, малоимущие, многодетные семьи и ряд других категорий. В ближайшее время в муниципальных образованиях будут составлены списки тех, кому будет адресован данный вид социальной поддержки. Кроме того, с 1 января 2017 года в Сахаринской области социальную помощь в виде предоставления бесплатных продуктовых наборов начнут получать малоимущие семьи, многодетные, студенческие, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. По предварительным подсчетам это 17 тысяч получателей. 1 декабря детский сад «Снегурочка» отметил свой 40-летний юбилей. Сегодня здесь воспитывается более 180 детей от 1,5 до 7 лет. Детскому саду «Снегурочка» 40 лет. Праздник отметили торжеством с костюмированным представлением. За 40 лет в учреждении выросли тысячи ребят. Здесь работает более 60 человек. Педагоги, которые помогают ребятам развиваться, постигать новые вершины знаний. И персонал, обеспечивающий комфорт и бесперебойную деятельность. В настоящее время в учреждении воспитывается более 180 детей. Чтобы празднование юбилея детского сада прошло весело, ярко и произвело на гостей впечатление, коллективу детского сада пришлось немало потрудиться, проявить чудеса смекалки и выдумки. Самые активные сотрудники и педагоги стали главными актерами концертной программы. Возглавила творческий актив Оксана Владимировна Рябущенко. Я хочу пойти работать в детский сад. Я хочу на детей посмотреть, себя показать. В юбилей подводят итоги минувших лет, размышляют о достижениях, строят планы на будущее. За 40 лет детский сад «Снегурочка» прошел длинный путь, полный перемен и различных событий. Но как и много лет назад, так и сегодня учреждение живет веселой и шумной жизнью. И уже выпускники сада приводят сюда своих детей и даже внуков. 40 лет – это действительно славный, долгий путь. В активе вашего учреждения богатая история, славные традиции и сотни прекрасных выпускников, которыми, я уверена, вы гордитесь. В этот день я хочу пожелать вашему коллективу, вашему детскому саду процветания. Умных, добрых, талантливых, благодарных воспитанников, понимающих родителей и каждому из вас лично. Личного счастья, благополучия, здоровья, всего самого-самого лучшего. За добросовестный труд, за качественное воспитание и индивидуальный подход к детям, руководитель детского сада «Снегурочка» и коллектив учреждения получили к юбилею различные награды и подарки. Замечательный день, замечательный коллектив, замечательный детский сад. 40 лет для истории всего лишь миг, а для многих поколений ваших выпускников, ветеранов труда и нынешних педагогов – это незабываемое событие, которое давит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. Трепетное, бережное отношение к каждому воспитаннику, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренность сотрудников остаются неизменными на протяжении всех этих 40 лет. Вся ваша работа, вся ваша деятельность, вся ваша жизнь пронизана этой огромной, сердечной любовью к детям. Есть хорошее выражение. Мамы, они как пуговки, на них все держится. Не убавить, не прибавить. То же самое можно сказать о вас, воспитателям детского сада, педагогам. Поэтому я с огромным удовольствием окунулась сегодня в атмосферу вашего праздника. В детском саду «Снегурочка» созданы все необходимые условия для содержания и развития детей. И коллектив будет все так же еще долгие годы в полную силу и с максимальной отдачей помогать ахимским малышам стать полноценными личностями. Общество «Роснефтсах Оленмурнефтегаз» пополнилось новыми кадрами. На минувшей неделе 10 молодых специалистов прошли обряд посвящения в «Нефтяники». На мероприятии побывала наша съемочная группа. Традиционное посвящение молодых специалистов общества «Сахалинмурнефтегаз» в «Нефтяники» прошло 29 ноября. В мероприятии принимали участие сотрудники, которые пришли на работу в течение года. Церемония посвящения – это не просто корпоративная традиция. Это своеобразный старт в профессию для каждого работника отрасли. В этот раз в «Нефтяники» посвящали 10 молодых специалистов. Очень важно, на мой взгляд, начать трудовую деятельность по специальности и в профильном предприятии. Вам повезло, «Сахалинмурнефтегаз» является старейшим предприятием в отрасли, с очень богатой историей и, что немаловажно, перспективами дальнейшего развития. Сама компания «Роснефтегаз» является лидером нефтегаза в отрасли. Соответственно, у вас появляются все необходимые возможности и перспективы для развития и дальнейшего карьерного роста. Все в ваших руках. Всегда очень важно и очень приятно, когда в городской округ приезжают молодые, знающие, образованные, энергичные молодые люди. И при этом осознавая, что далеко не все свяжут свою профессиональную жизнь и жизнь вообще с Сахалином городским округом, я желаю всем вам здоровья, благополучия, личного счастья и профессионального роста. Самая амбициозная часть сотрудников – это молодые специалисты. Выпускники вузов приходят со свежим взглядом, новыми знаниями и оригинальным мышлением. Это играет немаловажную роль в развитии предприятия. Наша профессия трудна, но она тем и интересна, что она многогранна. Я вам желаю всем найти достойное место в нашем коллективе, стать прекрасными специалистами. Ну и не торопитесь расставаться с Сахалинморнефтегазом. Искренне вас поздравляю с этим событием и желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, терпения и удачи. И хочу особенно попросить вас. Естественно, вы все молодые специалисты, будете руководителями, это без сомнения. Но никогда не забывайте, с чего вы начинали и каких вершин достигли, потому что благодаря простым работникам, которые работают на промысле, вы всего этого можете добиться и будете настоящим нефтяником. Обряд посвящения провел почетный нефтяник в прошлом, главный инженер УМНГ Петр Цебрик. Жду вам руку, молодой человек, запомните этот запах, всю оставшуюся жизнь. Он будет вас сопровождать, сколько будете работать. Да, эти красавчики еще вот. Наверное, судьба меня сегодня сюда привела, потому что буквально в далеком уже теперь, в 82-м году, я вот был точно такой же, как и вы. Тоже первый раз. Я был измазан нефтью, понял ее запах, влюбился в нее. И вот до сих пор, до сих пор, буквально три года назад, как я закончил свою трудовую деятельность, вся моя жизнь была связана с этим слабым коллективом «Сахалин-Морнефтегаз». Корпоративная система непрерывного образования школа-восприприятия приносит свои плоды. В этом году одна из молодых специалистов первого года работы – выпускница русских класса первой школы города Аха. День посвящения в нефтянике. Мне кажется, очень значимый день для каждого работника нефтегазовой промышленности. Каждый проходит этот этап становления на пути, росте своей карьеры. Я считаю, что запомнится надолго, точно уж на всю жизнь, как первый раз всегда запоминается. Очень приятно было, что пришли гости на нас посмотреть, послушать. И на такой позитивной атмосфере нас приняли, свой коллектив. Мне все понравилось, все прошло на ура. Мы все собираемся, все молодые люди, знакомимся. Кто-то в Ахе живет, кто-то в Ногликах, кто-то в Южном. И у нас тут, получается, мы работаем в команде. Вот все номера все вместе готовили, придумывали вчера, допоздна сидели. Ну и знакомимся параллельно. Каждому участнику церемонии вручили сертификат молодого специалиста. А кульминацией посвящения в нефтянике стало клятво верности своей профессии. Клянемся повышать профессиональный уровень и эффективность своего труда. Клянемся. Клянемся вносить достойный вклад в укреплении нефтяной отрасли. Клянемся. Клянемся доброславестно трудиться на благо России и компании. Клянемся. Раз, два, три. После торжественной части традиционного посвящения в нефтянике, молодые специалисты общества Роснефцех и Ленморнефтегаз приняли участие в командообразующем тренинге. Подробности у нашей съемочной группы. Ежегодно в обществе Роснефцех и Ленморнефтегаз, как и в других дочерних предприятиях нефтяной компании Роснефть, в рамках корпоративной кадровой политики проводится адаптационный курс для молодых специалистов. Принимают в нем участие ребята, отработавшие на предприятии от одного до трех лет. Моя задача это позволить им максимально познакомиться друг с другом, почувствовать себя целостной командой, что они часть большой команды компании Роснефть. Мы с ними говорим о ценностях компании, о приоритетах компании, основных ключевых компетенций, которые компании нужны развивать в себе специалисты. Тема тренинга, лидерство и командообразование. Главная цель – научиться работать в команде. Показать, что только взаимодействие друг с другом можно достичь высоких результатов в работе. Тренинг состоял из нескольких блоков. Блок по эффективной коммуникации, как устраивать деловые отношения в коллективе, как работать в ситуации конфликтов, чтобы их не допускать в коллективе. Также будет ценностный блок, то есть как в себе ценности формировать правильное отношение к работе, к труду, к жизни, как эффективно развиваться, занимаясь собой, ставить цели на жизненном развитии, планировать свое время, планировать свои личные цели и так далее. То есть такой большой блок глобальный. В целом не возникало сложности во взаимодействии. Особенно легко находили общий язык молодые специалисты второго и третьего года работы. Сколько возникает у нас фильтров в ходе коммуникации? Какой помех? Сколько возникает этапов? Преломляется информация? Сколько? Раз. Подумал, да, облег слова. Потом донес два. Понял три. Дал свой ответ четыре, да, сообщил информацию, то есть по словам пять и так далее. Возникают очень большие барьеры в коммуникации. И вот задача, да, как бы, именно коммуникатора в том, чтобы в теории коммуникации научиться говорить так информацию, чтобы не было искажения. Также тренинг прошел для учащихся вновь набранного Роснефть-класса. Чтобы не был интерес в том, чтобы после окончания школы выбрать себе некое направление. Роснефть – это компания будущего, компания, которая развивается, что есть перспективы. И это интересно, это инновационно, это очень здорово. Программа курса была направлена на знакомство школьников с деятельностью компании Роснефть и формирование у будущих специалистов общекорпоративных ценностей. Для ребят раскрыли перспективы работы в компании. Мы слушаем лекции, мы играем, проходим всякие психологические тесты. И вот мы уже прошли психологический тест на стрессовую ситуацию, на геометрический тест. Ну и пока нам все нравится. Здесь очень весело. Мне кажется, наш класс станет еще ближе. И в жизни поможет потом те же психологические тесты. То есть ты понимаешь больше себя, открываешь для себя какие-то новые этапы. Нам рассказывали, как нужно ставить цели, то есть задачи, то есть как мечту воплощать. Это тоже очень помогает. Обдумывая синергии, мы поняли, что может быть контакт быть любым совершенно. Не только руки, может быть, допустим, контакт плечом, головой и так далее. То есть опять же, вы стали прояснять, запомнили эти вопросы, прояснять, да? И начали решение нестандартное этой задачи. Что-то опять же командного мышления, командного эффекта. Молодцы. Важная информация для населения. Изменился телефон доверия Управления Министерства внутренних дел России. Ранее у каждого муниципального образования области был свой номер. Во избежание искажения и контроля информации был организован единый телефон доверия. Об изменениях смотрите далее в специальном интервью с временно исполняющим обязанности начальника тыла УМВД России по городскому округу Ахинский Дмитрием Мельником. И секрет, для чего создан телефон доверия. Для того, чтобы люди могли пожаловаться, сообщить о преступлениях, о правонарушениях, как против них, так и против государства. Вроде бы как телефон мелочь, но с другой стороны это необходимая вещь для профилактики преступлений, также административных правонарушений. Потому что инспектор полицейский не может, допустим, находиться здесь и знать, что происходит в другой части города или в другой части улицы. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям города, района, поселков, чтобы люди не стеснялись, сообщали о увиденных правонарушениях, преступлениях. Вы сейчас видите новый телефон доверия, единый УМВД России по городской Сахалинской области. То есть он, чтобы звонить из города или из поселка, необходимо набрать код города 8-42-42-789-139. При этом, когда звоните на линию телефона доверия, необходимо представиться и изложить свою суть, суть обращения. В селе Тунгор установят искусственную новогоднюю ель. Событие произойдет чуть позже середины декабря, когда новая елка прибудет из Хабаровска. Это решение главой округа принято по просьбе местных жителей. Пятиметровая ель с гирляндами обойдется местному бюджету в 100 тысяч рублей. Установят ее между двумя новостройками – храмом-часовней и фельдшерско-акушерским пунктом. А в Ахе на городской площади полным ходом идет строительство ледяного городка. Впервые у нас появятся настоящие ледовые фигуры. Для их возведения администрация округа пригласила специалистов. Уже можно разглядеть очертания будущих композиций из льда. Его, кстати, привезли с озера Светлое. Последний раз в этом году крупнейшая выставка «Меховые традиции». Огромная коллекция норковых шуб. Скидка до 50% на коллекции 2015. Всего два дня – 8 и 9 декабря в районном Дворце культуры. Кировская компания «Меховые традиции» предлагает ахинцам новую коллекцию меховых изделий. Тысячи шуб в одном месте. Россия всегда славилась роскошными мехами. 8 и 9 декабря в Ахе – шедевры русских мастеров из меха, рыси, бавра, лисы, енота, овчины и нутрии. Поступление изделий из норки на любой, даже самый взыскательный вкус. Фасоны всевозможные, длинные, короткие изделия с капюшоном и без. Компания «Меховые традиции» уже более 10 лет на рынке, работает только с проверенными производителями. Изделия российского производства адаптированы под погодные условия всех регионов страны, даже холодные зимы Северного Сахалина. Размеры от 38 до 64. Десятки оттенков от снежно-белого и цвета шампанского до насыщенного махагона и мерцающего черного. Выставка «Меховые традиции» предлагает вам купить шубу своей мечты в кредит на два года без первоначального взноса, на выгодных условиях. Шубы в «Меховых традициях» сшиты по ГОСТу с гарантиями и сертификатами. А еще на выставке «Меховые традиции» действуют скидки до 50% на коллекции прошлых сезонов. Внимание! Только два дня – 8 и 9 декабря – в районном Дворце культуры. Выставка «Меховые традиции». Успейте купить по доступным ценам. В выходные в Ахе состоялось первенство городского округа по кикбоксингу. Соревнования прошли в районном Дворце культуры. В них приняли участие 24 спортсмена. Это воспитанники клуба «Северный воин» и городской школы «Тэквондо» и ТФ. В итоге напряженной борьбы определились победители первенства. Ими стали борцы Кирилл Рязанцев, Вадим Бородуллин, Андрей Барковец и Кирилл Автаев. 4 декабря в городском парке состоялись лыжные эстафеты – открытие зимнего сезона, посвященные памяти Павла Васильевича Ломова. Соревнования проводились с целью популяризации лыжного спорта, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших лыжников-гонщиков. Было 10 возрастных групп. Каждую команду представляли 3 спортсмена. Кроме ахинцев, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Южно-Сахалинска. Всего 45 команд. Возраст спортсменов – от 7 до 66 лет. По итогам 25 ахинских команд стали призерами соревнований. Из них – 13 чемпионами. Спортсмены из Южно-Сахалинска заняли 6 призовых мест. Из них – 3 вторых и 3 третьих. Победители и призеры награждены сладкими призами Управления по культуре, спорту и делам молодежи, муниципального образования, городской округ Ахинский. А на сегодня это все новости нашего выпуска. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова